народ всем привет были на время 7 утра смотрите стою это сергей в посаде зима пришла лентам дороги вообще нету все заметено вчера я приехал был только ветер у нас зимние скаты наши вы нам сегодня будете помогать не зря его садил вален дубак холодно мороз градуса 3-4 мороза наверно витрила бешеный салют все надо качнуть солярки немного и пить кофе открываемся в общем открываемся качаемся делаем кофе делаем где камеру притулить делаем кофеек и выскакиваем пора молотить погода нелетная мы придется немножко как говорится попотеть но я попаду в замок не попал все друзья перекачиваю топливо хочу стекла что-то сработали эта кнопка кнопка заедает что ли очень перекачиваю топлива и пью кофе и выезжаю повторяюсь блин пока соляру перелил постоял отморозил всю на хрен такая вот погода просто пипец мяте так как зимой не мило я не знаю о дубанчелло просто редко редко сейчас еще выйдем на дорогу посмотрим что там здоровый но там я отсюда вижу что так прилично и и подсыпала все завелся прогреваемся маленько пускай помолотит еще минут 57 и будем выдвигаться там покажу как мы тут просто видно даже здесь что как бы тут все хорошо но соседняя машинка стоит люди спят вот эта машинка стоит видите как замену на иметь от конкретно метет поэтому а что приручен все ладненько греемся и выскакиваем так ну что поехали время 8 утра пора пора работать блин да зима пришла ну вот все таки прогноз погоды не зря я почитал что тут как должно быть дорожка веселая одно в этой дорожке что я пустой войти веса нету было бы тонна 3 так можно было бы конечно или более поувереннее как доехать а так смотрите одна полоса только рабочая 2 в принципе все заметила ну и гололед гололед сразу видно тут как бы ничего и не скажешь да и метет так как пипец хотя я смотрел там по прогнозу как бы днем мести не должно должно было типа когда морозик чуть-чуть придет чуть-чуть спадать но что-то я не спада не вижу никакого так ладно ярославль почти 2 до 400 работать работать фаре включили включили все потихоньку будем педалировать 60 проедем пока все прогреется хорошо работают братьям уже за номера такие непонятного это написано там где страна а.б.н. или аж стоит не очень понятно по или но реально дубанчало сегодня просто ветер какой забывает все 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 летает все задувает просто а в поле так и по машине дует сильно вот так и погодка ладно друзья все поехали потихоньку работать надеюсь что где нибудь по чуть дальше ближе туда будет уже получше потому что по такой-то погоде сильная не разгонишься честно говоря а может вот так и будет все пока поехали ну вот ребятки началось только что легковая в кувете справа была а вот смотрите что такое блядь укрепец и камазы и легковые и псо какие-то скорость боже мое блядь фура вверх ногами танар пипец блядь ну гололед просто пипец я уже еду 60 ветер такой что просто тебя у меня качает по всей дороге мотыляет просто пипец а я щас еду а меня обгоняет на такой скорости что страшно смотреть честно тут реально лед а сама знаете что классная в этой вот всей ситуации кто-нибудь видит следы того что здесь посыпали кроме ну вот это вот этот кого-то отвалилась блядь я не думаю что это посыпал вот там с той стороны вон посыпалка шла она кстати там в кувете лежит почему-то а сюда посыпалка так и не доехала но галимый лед вообще просто галимый лед это вот не асфальт торчит это галимый лед просто если бы конечно посыпалочка проехала мороза то большого нету нормально от души вы посыпали я думаю все было нормально но хрен там ну там уже авария большая уже скоро стоит в мчс очкова одним словом ладно будем потихоньку красис торопиться просто некуда нет завтра блять приедем и с утра 12 да вообще похер если честно вообще похер все поехали ну в общем был момент когда я ехал уже немножко и посыпали то и все и как бы уже можно было ехать веселее тут баба блять видимости нет дороги нет я не знаю на камеру конечно наверное не видно но блять видимости вообще нету ну то есть просто жопа еще за хрень а чё за зима пришла и витрила и снегопад но тут ветер кто-то поменьше прям вижу что снег летает но ветер пометам вот я ехал был ветер хотя и тут он витрила дует просто за деревья видимо нет достает и смотрите что творится да так сотка до я река блин афигеть просто погода офигеть просто все таки не зря прогноз погоды посмотрел когда собирался сюда ехать стояли снегопады блин будут или не будут снегопады типа днем стоит типа плюс два там минуты или сколько там стояло не помню но плюсом пока не пахнет но очень очень как-то метет но тут чуть поменьше что ли что вот такая погода вот такая дорога тут вон солярка на газпроме 5195 как бы хрен его знает сколько она была до этого я просто не помню честно кстати это не этот газпром где я тогда ночевал очень похож очень прям похож вот такая символенту весна поехали кто-то солярочку кричал продам я спросил кто-то 100 литров говорит я говорю сотку даже взять пока некуда надо километром 200 хотя бы проехать чтобы влезло но там будем смотреть потому что там уже ближе к волокте солярку там тяжелее купит а во-первых заправок нету а там где есть там как бы все только кричат раньше я ездил куплю ой что-то вызывается вроде поспал вроде не поспал еще за погода ну и все чтобы я так ехал один никого не было опа и уперся в коллег а вот эти коллеги которые впереди там ехали там они так вот этот ман нет а там кто-то еще и до этого типа которые эти опилки возят или что щиповозы там прицепы такие валили там по гололеду как сумасшедшие страшно было причем пустые и пока будем ехать ярославль у нас перед пока по ярославлю по нам все объедем я старшу сюда выходной день машина поменьше наверно будет пока поехали друзья город ярославль вон он слева нефтянка дымит коптит пердит вся вон запах стоит чистейший бенз вкусняшкой пахнет тут пацаны вон соля рачку продают поля рачку правда какие-то объемы дикие 350 но по 44 рация вот так вот трещит всю дорогу блять чтобы ее заняло что за помехи вообще непонятно что это тут братан чем вообще не едет 50 по 70 на рубль дороже чем по трассе было почти там было все до 95 солярка а тут вот это и кричат по 44 уже все хотят видите по 44 такое ощущение что она сам лично здесь на заводе варит и потом по 44 отдает а ну ладно один продает 2 хочет берет в душе как она обидно что почти по заправочной цене так все доезжаем до этого светлофора и будем объезжать я ярославль так типа подружной такой типа а может не типа даже не знаю блин печку убрал прохладно в хате стало печку добавляю что-то жарко но ветер такой что выдувает все кабина выдувает просто особенно вот тут левое мое стекло тут уплотнитель такой уже видимо старый прямо чувствуется как из-под резинки холодный-холодный ветер дует в общем такие дела вот так метет всю дорогу ну немножко как бы я не знаю вот дорога мокрая стала посыпали ехать гораздо легче с утра было просто напряг просто напряг так ладненько все поехали ярославлю привет были как-то подписались люди когда я тут ездил потом не знаю никто не писал но если чем в общем привет они вам видите в очередной раз вам покажу ягуар лэндровер тут продают все дела тойота лексус крутые тачки продают ну давай газу блядь до отказу ё-моё чё за дела еще за мной товарищ не обломался проехал значит это был не желтый это был мигающий зеленый все через километр налево обычно там на стафоре пробочка но нарисовано желтым не красным желтым чуть-чуть постоим и поедем да нет там вообще машинах нету все нормально выходной день приятно ехать я же говорю все свободненько вот знак езжайте в город Ярославль вы ехали через 500 метров на светофоре поверните налево спасибо ну мы почти там в лидерах будем первые одна фурия и мы латика все налево поехали зима продолжается еду это что-то нема ни хрена в рацию вот так вот помехи помехует всю дорогу вот так вот блядь что это такое я не знаю просто треск стоит башка болит зима блин а валит я вот еду и думаю ну не зря я прогноз погоды посмотрел и зимние скаты поставил назад иначе я бы тут на летних конечно на своих сликах просто в эту офигевалка вы знаете какая зима ну blin просто зима да метет просто вот с таким ветром эх Ха-ха-ха-ха Блин, это на одной заправке Тут что-то проехал, этот лукойл как-то был Там даже туалета нету на заправке Био-туалет стоит в поле А дальше я не помню Мне как бы заправляться-то Не надо как бы особо Вроде бы как Но я бы соточку купил Соточку купил Чтобы как говорится, мне было и туда и назад туда москвы и чтобы можно было потом еще что-нибудь купить ярославле на газпроме любой объем по 48 ну чё-то блин чё так дорого любой объем по 48 какая видимость херовенькая снег валит даже машинки не очень хорошо встречные видно и сказала ехала чувак там в рацию кому-то сказал что перец череповца вышел вот такая погода была ну я прогноз смотрел там принципе вот так вот стояла снегопад снегопад поэтому и пораньше выехал чтобы по светлому ехать по темному в такую погоду это будет просто так что вот так вот все следующее у нас я надеюсь будет остановочка где-нибудь на луку или помните где обедал перед голодом кафешка вот хочу остановиться сходить покушать там супчика все и поедем дальше так что вот такие вот дела но погодка конечно просто знаете как это настоящая зима и ветер такой силы что когда в подъем поднимаюсь я ж пустой как уже там груза да тапок в пол а машина не едет вот это да вот это витрила прямо останавливает тормозит ладно все пока поехали до кафе ну что друзья сходила в баранку покушал вот в это кафе блять просто погода просто жопу что он там говорил топлива на луколе возьму в общем сходил покушал ветер имеет метет ветер дует ветер метет я не знаю что он делает горшка сдувает все сдувает просто пипец просто пипец у них тушат со светом какие-то проблемы я успел только взять не погрели кофе потом ждал пока не генератор подключат вырубила их там что-то до волок до 37 и там еще сколько слушайся короче 200 еще около 200 километров до череповца это не точно ну где-то так просто погода просто вообще сегодня жестко 180 километров эти тска твоя богомыш вот так вот да я тоже братан купил бы а ты что-то вот перехватить хочешь ладненько все сколько мы тут отстояли о 46 минут паузу крутанули по чистому едем дальше как-то так все раздеваюсь и поехали ну что друзья я на месте уже давно на месте если честно занялся тут как обычно хотел судьбу на обмануть но не получается хотел с телефона закинуть на долбаный транспортер есть такая функция но меня мтс обманул короче пока у вас минус ну недостаточный баланс для того чтобы списать полную обман плату они снимают деньги посуточно я же этого не знал они снимают посуточно и снимают типа сколько за день я взял и закинула мне надо было на 700 рублей пополнить баланс транспортера я закинул 750 рублей с киви кошелька бля они взяли 550 рублей списали обман плату полностью за месяц сегодняшнего числа все нет сил моих честно я под злой сижу дома блять позвонил уже туда высказала них все что я о них думаю вообще вот прям все про свифт про блять карточки которые не работают что ты приезжаешь сейчас эти ну как бы одни мучения ладно не знаю все равно попробовал через телефон закинуть что-то ничего не происходит не знаю каким образом там это делается в общем стал я на тот же лукойл где ночевал прошлый раз 20 километров до точки до туда где будут пропуск уже со всеми тут созвонился списался хер пойми что информация какая-то непонятная ладно завтра уже с утра будем решать к восьми утра стали приезжает он пропускам к этим будем выписываться заезжать выгружаться и там будем пробовать загружаться у меня канистра полная я пойду залью ее чтобы завтра на заводе не было проблем с полной тары чтоб не заезжает пускай в баке плехается ну и сижу как говорится на рации жду а вдруг кто-нибудь вот с нормальных пацанов продаст солярочки не знаю рация включена пойду перельюсь пока то да сё пока еще видно и тут уже стал коллега на московских номерах на газели прикрыл меня ветер видите откуда и у меня сразу в кабине стало тихо я у него спрошу если он будет ночевать то я развернусь и стану потому что ну блин как-то вниз головой спать придется не очень люблю а там как бы вверх сейчас ему подойду спрошусь он будет ночевать то я тогда развернусь а солярку перелив пока ветер в ту сторону и все в общем до завтра будут новости завтра уже будет день новое будет все видно все пока пока всем пока друзья всем добрейшего утра блин вот такое утро солнечное у нас встречает сейчас вам покажу вот такое вот блин вот так флаж токи раздувает эти флажки но ветер так послабее чуть-чуть чем вчера был все равно есть на улице поприятнее но у нас блин а французское утро опять начинается эти французские дни будем есть круассаны потом вот так что ночь прошла нормально блин даже выспался можно сказать время правда 7 утра к 8 утра сказали приехать вчера созванивались там в общем восьми утра при человек будем оформлять пропуск на въезд мы будем заезжать выгружаться по поводу загрузки тоже будем загружаться но не с утра потому что чё там тоже серёга кстати тезка сказал что что-то ему там надо оформить вывод сначала это не так просто так как ввоз а вот поэтому хрен его знает как это будет вообще что и как будет хрен его знает все пью кофе и выскакиваем в череповец сейчас опять вот сижу и думаю где там поставить машину прошлый раз гаишники там крутились но ко мне не подошли может номера увидели что турист может не знаю все легковые машины которые стояли под знаками всем сделали хорошо все ладенько пьем кофе йог и едем а дальше по обстановке все друзья выезжаем французское утро прошло нормально а он видишь написано экологичный газа дизельный грузовик на метане на метанчике но это самоделки вот сюда до установили я не думаю что это были изначально а вот и на этом тоже должно быть также написано красное не в оригинале скажем так блин холодно на улице мороз какой-то стоит ну реально реально мороз я вам блин а на улице ветер просто не заснял машину как она выглядит после поездки вот здесь вот я вышел у меня на номере вот такой слой вот такой слой просто песка не да а песка его просто не видно было конечно его можно было не мыть даже наверно лучше было бы его не мыть чтобы проехать подскаду бесплатно вообще я вчера меня короче я не мучился мучился чуть закинул вот сюда вот деньги это просто трэш какой-то конечно надо было взять наличные это пойти засунуть есть терминал и они не берут проценты просто через терминал закинут наличку как-то налички жалко было решил типа через банк через банк через электронные броши на хорошие тракты что одни мучения честное слово самое интересное что когда ты обращаешься в поддержке мтс и автодора блин а тебе никто ничего сказать не может потом правда у меня девочка попалась на мтс и видимо которая не зря там зарплату получает сказала что есть еще приложение мтс банк попробуйте через него там как бы переводы совсем по-другому проходят банковский и все и у меня получилось в общем у меня получилось ладенько все погнали за воду 18 километров показывает нам дату как раз восьми договорились пищу все 50 нормально пока чуть притулиться найдем для машинку поставить блин холодно мороз мороз я не знаю сколько по 5 градусов и железно мороза а кто-то едет где-то говорит я не могу а это точно не говорит я где-то догоняю кого-то никого не вижу ни одной фуры а кто-то это говорит и говорит ладно поехали мы слушаем новости а вот и город череповец въехал слушайте ну тут что-то видимо в череповце про то что в россии типа топливо типа дешевеет не слышали блин а заправка 58 56 чё за хрень блин чего так дорого непонятно блин тут три полосы каких вот знак висит три полосы должны быть как их надо разделить ну чё то все как хотят ездят я видимо по средней еду его мою тут даже старой разметки не видно чтобы была остатков даже нету после зимы может быть вот сейчас на шеле посмотрим по чём 59 рубасиков заходите к нам на огнёк это не дорого охренеть а и да забыл сказать эта карта пил карт мир которую я сделал в своем приорбанке там платил на роснефти платил все проходило а вчера на лукойл пошел вечером бац и типа не работает почему не знаю спрашивают а у вас мир вообще это платежная система она типа говорит ну у нас вроде бы как ей рассчитываются почему вроде бы я сразу не понял а потом понял женщина недавно работает еще нюансов этих не знает поэтому на лукойле картой не смог рассчитаться даже был карт миром потому что скорее всего что нету 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 мира ну вы поняли вот на лукойле цена конечно тика 57 51 башка шатается дорого блин ну не знаю у меня еще тут есть в дополнительном баге есть я надеюсь что до Ярославля хватит а там будем заправляться уже там цена нормальная все ой блин трассе три километра показывает осталось чуть немного хорошо блин ну я на месте в общем вот там вон здесь синенькие полосочка на доме вот там вот бюро пропусков как обычно пришлось так на остановочку ну если приедут дяденьки накажут сережку ну я не достать больше негде тут просто негде больше я не знаю где тут люди становятся вот просто тут ну как бы это как бы хрен его знает все заставлено как вы поняли так что слава богу что тут место нашлось все ладненько звоню человеку где он тут будет восьми нет пойдем оформляться так друзья что пропуск мы выписали поехал я искать где это что это опять я блин я тогда не загружу не ну не помню я куда тут чего вот помню что вот сюда вот куда-то потом на какие-то круги муги там хрен пойми чувак с ночной смены вот он пошел дима он идет по телефону поверните направо разговаривает или пишет там а он говорит мне это вообще не интересно так будет заниматься ну ничего страшного займемся сами человек после смены ночной ему как бы да прилечь наверное удобно через 200 метров поверните направо на улицу Бардина так мы едем к заводу пропуск выписали как ни странно все быстро 8.30 мы уже с пропуском совсем мы что-то заполняли бумажки кое-какие блин ну и все слушайте но ветерок подстег сегодня уже поприятней конечно просто поприятней вот точно я вот здесь вот направо поезжал поверните направо тут конечно какими-то перзами шмерзами все это надо ехать так 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 опа потом нам где-то я как сейчас помню надо уйти лавея через 300 метров поверните налево на улицу Мира вот вот так и так Опа. Блин, ключик отдать не забыть. Ключик будет в заднице. Опять будут за мной на такси ездить, как в прошлый раз. Ловить по Череповцу. Ладненько, все, едем. Я думаю, быстро не будет. По заводу ничего снимать не буду, но, по крайней мере, пока двигаться, может, в кабине, там потом вам расскажу, что я как. Потому что, как бы, сами понимаете, такой объект, что лучше не провоцировать ничего. Все, в общем, поехали. А едем опять тоже КПП, где я тогда заезжал. Как бы, вот и все. Погнали. Так, друзья, все, я, в общем, выехал. Фу, с кем-то газом воняет. Вот такие два бригадных ящика у меня стоят. Сейчас кидаю ремень на один. У меня тут даже ремень готов. Бля, надо было чуть на жопу, что ли, его сместить. Что-то я так погорячился. Ладно. А не тяжелая. Машина даже не просела. Не знаю, сколько он весит. Ну, кидаю сейчас ремень сюда. Кидаю ремень на тот. И ждем. Потому что электрики не готовы, которых я должен был забрать. Электрики были не готовы. Я позвонил вам. Вот, мы, может, там 30-го. Или там 1-го. Какой-то я говорю, блядь, пацаны. У меня есть экспедитор пусть решает. Я говорю, бесплатно я здесь вас тут стоять, караулить не собираюсь. Ну, в общем, все. Такие дела. В общем, я думаю, что в ближайшее какое-то время сейчас все решится. С завода я выехал. Это же пропуск мне отдал. Слушайте, у меня так и лежит на панели. У меня пропуск, который я не отдал. Ладно. И ждем, ждем козитки. Блин, ящик поставили. Смотрите. Крановщица, блядь. Хрен знает где, на какой высоте сидит. Тут еще более-менее попали. Это что-то трехи кривовато. Ладно, будем надеяться, что все будет нормально. В общем, кидаем на мешок. И ждем. И ждем информации. В общем, пока я сел, покушал, пришла зима. Череповец метет. Прям зима, зима пришла опять. Ну, и самое интересное, это у меня то, что моя экспедитор уже два часа. Я уже успел пообедать. Все. Тут ребята сказали, что типа загружай и езжай. Типа они не успевают это ничего там собрать. Там еще неизвестно. Тридцатого будет первого. Моя, типа, экспедитор, через которую я еду. Не уезжайте, пока там, типа, мне что-то не скажут. А она не может дозвониться. Два часа она не может дозвониться до кого-то. В общем, я принял решение, набрал здесь человеку, который, блин, знает, там контакты какие-то в Минске. Вот, говорю, блин, маякните там, а чтобы, ну, может, там как-то выйдут на связь с ней, чтобы мне понимать, что делать. Бочую, я почитал заявочку ее, ну, великолепную эту экспедиторскую заявочку, там стоит типа 48 часов на загрузку-выгрузку. Ну, я сразу говорю, блин, сразу говорю, бесплатно стоять я не буду. Вот, как хотят. Не готовы, надо было машину сюда гнать с этим ящиком, значит, в среду, ну, к среде, правильно? Ну, а то получается, что, как бы, бесплатно что стоять-то? Только деньги проедать. А у них по заявке 48 часов на загрузку-выгрузку, на таможню, там, я... Но зато все штрафы, все у евро. 100 евро за то, что опоздал, 100 евро за то, что не приехал, 100 евро за то, что подъехал, не приехал. Ну, короче, везде все по 100 евро. Круто, круто. Ладно, жду, жду. Вот такая информация вот поступила. Я уже покушал, посидел тут все. Ой, бля. Это вот хуже, хуже некуда. В 11 часов я и набрал, говорю, решая вопрос, когда мне ставили ящики. Время ровно час дня. Результата нет. А стоят тут двое суток. И ту, а тут два дня, три дня. Я говорю, там, может, четыре дня. Сколько я буду стоять? Хрен его знает. Ну, желания нету. Ну, зная просто, что это экспедиторша, она будет очень сильно упираться. За простойное. Она прям, вот я чувствую. Я с ней еще не обсуждал, но я чувствую, что она упрется в свою заявку. Но я тоже упрусь по-своему. Попробуем что-нибудь решить. Ладно, ждем, ждем. Позвонил сюда, может, кто-то что-то скажет. Пока ожидаем. Так, ну что, друзья мои. В общем, время полпятого вечера. Мы никуда пока не едем. Потому что, о, великие умы, которые заказали это все, которые там все это замутили поездку, они не могут принять решение, что делать. Машину отпускать или нет. А знаете почему? А потому что в заявке стоит у нас дата загрузки 28-29. Я экспедитору набрал, говорю, хорошо, что не 0,4 месяца последняя, 29-го стоит. Да, а то можно было еще и на месяц забить машинку, как бы. Ну и хрен с ним. Даже не знаю, где пристать. О, подождите, звонит этот парнишка мне с этой шараги. Так, ну, в общем, позвонил мне вот этот парнишка, который здесь должен был меня загрузить. А, и сказал, что меня должны отпустить. И вот присылает мне экспедитора, типа, можно ехать. Можно ехать. Спасибо, дружище, пропустил меня. Спасибо тебе. Все, так что мы выезжаем отсюда. У нас сегодня отняли наш целый день. Поверните налево, а затем поверните направо, на улицу Мира. До полпятого. Ладно. Пока, как говорится, не замело нахрен все дороги. Ну, а что делать? Я, если честно... Не то, чтобы сказать, что расстроился. Знаете, что больше... Да иди ты в жопу своим быстрым маршрутом. Сколько раз тебе говорите. Знаете, больше всего, что печалит в этой ситуации? Что? Ну... Заказчик транспорта госпредприятия. И там вот сидят люди, которые вот... Они день думали, день думали, что делать. И, наконец, они типа придумали... Полпятого вечера, когда они уже пойдут сейчас домой зайку гладить. А Сережка будет вот с такими большими глазками молотить по вот такому вот снегопаду-гололеду. Потому что, скорее всего, они никогда не пробовали этот хлеб. И им тяжело будет объяснить, как он дается. Понимаете? Я не знаю, докуда мы сюда доедем. Вообще, в принципе, по такой погоде. Ну, докуда-нибудь будем ехать по-любому. Можно ехать, понимаете? Прислали. Можно ехать. Если честно, у меня была мысль в час дня просто собраться и уехать. Потому что этот парень сказал, что у тебя... 99% что отправят домой, потому что мы не готовы, а держать здесь машину 3 дня, 4. Это как минимум для начала, то есть никто не будет. А потом, когда мне... Я уже был за Ярославлем где-нибудь, как в Москве подъезжал, она бы не написала, типа, можно ехать, я бы сказал, окей. И все. Ладно, ну что, мы сейчас попадаем в час пик в Череповце, я так понял, 5-го. С работы люди, даже, наверное, с завода или на скольке они работают. Где-то до этого времени. Домой все пойдут. Ну, видите, что? Засыпало нахрен все. Короче, территория завода, мне сказали, по территории больше, чем сам город Череповец. Ну, то есть, масштабы завода. Оказывается, мне сказали, это вот то, что ты тут заехал и проехал, это даже третьей части нету, где ты побывал. Охренеть вообще просто. Вот так вот. Кстати, сейчас стоит минус 6 в Череповце, но чем ближе к вечеру, будет минус 2 идти вот так вот. Что тоже плохо, потому что если будет снег, он будет прикатываться. В сильный мороз, он более такой сухой, сильно не прикатывается. А в не сильный мороз, короче, вот такая задница. Ну, сейчас все пробки соберем тут по городу. Это ларить. Ну, ладно, что делать. Будем потиху ехать. Ничего не сделаешь. Нам куда? Нам все время прямо. Тут он желтенькая, красненькая. Угу, 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 угу. Прямо все такое. Ладно, друзья, все, нас отпустили. Короче, выдвигаемся в сторону дома. Так, друзья, покидаем город Череповец. Спасибо за прием, как говорится. Все вроде бы неплохо, кроме одного, что-то это не совсем не едет, или очень скользко, или я что-то не понимаю, или он очень холодный пока еще. Все, поехали. Выскакиваем и поехали. В сторону Ярика идем. Пытаюсь договориться на завтра, будет загрузочка. И сейчас обещали перезвонить на Вайбер. А вдруг срастется там, правда, какая-то жменька. За что-то остается, будем что-то забирать. Там прямо сказали вот так, просят просто вручную. Ветер опять сегодня, видите. Там стоял у нас возле завода, как бы завод прикрывал. А тут, как бы, пожалуйста, хлещет с правой стороны. Сейчас, когда мы так понимаем, выйдем направо, в сторону Вологды будет прямо нам в лицо. Хреново, одним словом. Ладно, ничего не сделаешь. Вологда 122. Не так и далеко, за исключением того же, тут сплошные ремонты. Но надеюсь, что пока стемнеет, мы здесь немножко пройдем, потому что тут такой участок херовенький, скажем так. Все, слушаем рацию. Вдруг кто горючку продает, еще что. Ну и потихоньку едем. Блин, торопиться по такой погоде вообще некуда, честно. Единственное, что я же говорю, что вот день простояли, как говорится, день ждешь, ночь догоняешь. Ну, кто не пробовал этой работы, тот ее не понимает. Тот считает, что в офисе работать тяжелее. Ладненько, все. Череповцу привет. Всем привет. Погнали в сторону дома. Ну вот, друзья, очередное включение с зимы. В общем, Вологда только что прошел, зашел с объездной, вот только и вышли на Ярославль. В общем, мне до точки 199 километров. Взял я загрузочку до точки, говорю, еще с Ярославля. Ну, там буквально сюда, там, 70 килограмм надо забрать. Ну, вот, поэтому, ну, что-то вообще там, какая-то мелочь. И все. Ни хрена не видно, дворниками не пользуюсь, потому что так хотя бы не налипает снег на стекло. Вон, видите, какое все заледеневшее. Ну, и дорожку пробиваем, как говорится, потихоньку, сквозь снег. Ох, что, напряжение, уже устал ехать, честно говоря. Ну, что не сделаешь? На Ярославле надо как-то потихонечку дойти, а завтра уже по светлому будем смотреть, как там. Погода будет в Москве, в Москве, в Московской области. Хотя стояли снегопады там на понедельник тоже, там, не пойми, что оно. Как бы, откуда денешься, будешь ехать. Очень маленько, все. Пока. Поехали дальше. Так, один тут шланг. Шланг ганима. Ладно, это я так посмотрел, доехал до тот нефти. О, все, я не могу, нет сил моих больше ехать. Тут все заставлено, вся парковка заставлена. Хрен, где станешь. Шесть рядов. Кто как. Ладненько, друзья, все, вон еще едет, заезжает кто-то. В общем, встал я здесь вот и буду отдыхать до утра. Тут же у них проезда нету к этой будке, а с той стороны есть. В общем, можно даже ближе, ближе, правда, к этому не хочется становиться, чтобы он вдруг назад не поехал. В общем, ладно, все. Вон, варится какая красота. А сзади что там творится? Что делает человек? Чувак на фуре протянул нас 60-50 километров в час почти до самого этого. Ого! Какая непогода была красивая. Что? Все, ладненько, все, друзья. Пошел отдыхать, увидимся в следующей серии. Нет сил, реально. Вроде день сидел сегодня, но пока тут проехал, короче, еще. Уже вырубает и хочется отдохнуть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok